Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео слизь из носоглотки, стекающая по горлу. Что это такое и что с этим надо делать? Чтобы знать, что делать, как устранить, нужно понять, что это такое. И я надеюсь, что вы понимаете, что надо устранять первопричины и причины, а не убирать симптомы. Для неразумных людей только достаточно убрать симптомы. Вы не решите этим проблему, потому что не устраните причины, которые и привели вас к этому состоянию. И помните, что многие причины приводят не к какому-то одному состоянию, а приводят и к более серьезным проблемам впоследствии. Ведь одно цепляет другое, в организме все взаимосвязано. Потому слушайте особо внимательно. Видео мое будет состоять из нескольких пунктов. Первое, я объясню вам симптоматику, вы по ней увидите, то ли у вас или не то. Расскажу о причинах этой проблемы, расскажу, как лечить, системно лечить. Многие методы из тех, что я вам скажу, могут вам помочь, а все в совокупности гарантированно избавят от этой проблемы вас и ваших знакомых. Серьезный системный подход. Это не отдельно взятое, понравившееся что-то. Ко всему в жизни должен быть подход серьезный и системный. И так начинаю. Не буду терять время. Описание проблемы, которые знакомы многим. А что за проблемы? А вот такая некая мокрота, постоянные подкашливания, слизь, стекающая от носоглотки по горлу. Вот это специфическое першение и заложенность носа. И вот если все эти недуги, непроявление какой-то пищевой аллергии или аллергию на животных, и у вас нет герба и прочих рефлюксов, но это когда кислота из желудка вбрасывается вверх, идет в пищевод или даже выше, то причины всегда в инфекциях пазух, гайморовых и прочих. При этом наблюдается характерное стекание слизи от носоглотки по задней стенке, от пазух по горлу. Эта слизь и вызывает кашель, подперхивание, постоянное желание прокашляться, убрать эту слизь. В дальнейшем, говоря о хронике, слизь закладывает нос, дышать становится трудно. Почти всегда заложен нос, а вот на холодном воздухе, особенно зимой, при выходе на улицу из дома квартиры, нос начинает дышать, так как происходит сужение сосудов, ну эффект сосудосуживающих препаратов. Вечером дыхание ухудшается, под вечер к ночи всегда болезни прогрессируют, по крайней мере связанные с лор-проблемы. Вот ложится на бок человек в кровати на подушку, и через какое-то время верхняя ноздря, которая в потолок как бы смотрит своим боком, начинает дышать, а нижняя, что к подушке, закладывается наглухо. Человек переворачивается, у него как бы перетекает, и происходит как бы наоборот уже верхняя ноздря. Справа дышит, нижняя, то есть левая к подушке ближняя, закладывается. Лучше дышится ночью при открытой форточке, когда в помещении холодно. Тот же эффект. Ночью может быть храп, особенно если человек спит на спине с заложенным-то носом. Ну а утром бывает более сильный кашель, чем днем, когда человек как бы расходится, лимфатическая система, очистительная система организма раскачается, кто-то начинает кашлять, кто-то чихать, особенно вот именно утром. Это характерные признаки данной проблемы. Ну а симптомы проявления зависят от запущенности и мер противостояния этой проблеме. Причем эта проблема характерна не только для зимы или межсезонья. Кто-то может списать на простуды, погоды. А даже круглый год со временем эта проблема перерастает в хроническую. И летом, ну летом чуть лучше, по многим объективным причинам. Однако тоже. Итак, второй пункт причины. А причины здесь просты. Это так называемая бактериально-грибковая биопленка. Это очаги инфекции в гайморовых и прочих пазухах. Они раздражают пазухи. Продукты метаболизма этих грибков и бактерий, и сами отмершие эти грибки и бактерии, выделяются, удаляются вот этой слизью, которую они выделяют. Это бывает часто в носовых пазухах. И грибки кандида, в том числе, не в виде только молочницы могут проявляться у женщин. А есть большая проблема системный кандидоз. Это частое проявление при поражении системным кандидозом. Ну и вообще многими дрожжевыми, плесневыми грибками, а также бактериями. Такая проблема часто начинается, но это как триггер спусковой крючок, часто после приема курса антибиотиков. Вспомните, не после ли этого у вас началось подобное. Если слизь течет из носа при отсмаркивании когда-то желтое-зеленое, то это в основном говорит о том, что у вас бактериальной природы инфекции в гайморовых и прочих пазухах, а вызывается это, как правило, бактериями, стафилококками, либо стриптококками. Но если белая прозрачная светлая слизь, то это, как правило, вирусная или инфекционно смешанная, грибковая в основном природа. Вот и все отличие, что называется, по морфологии. Теперь как лечить? Добрались, да? Самое главное. Некоторые считают, что зачем лишнее что-то говорить? Я уже сейчас и так пытаюсь меньше говорить о причинах и пояснять. Хотя это очень важно для всех разумных людей. Потому что, чтобы что-то делать, надо знать, зачем, для чего и как. И правильно ли ты делаешь то или иное. Вот почему я стараюсь подробнее говорить о причинах всегда. Далее. Помните, что соблюдение нескольких условий дадут системный подход с вероятностью полного излечения проблемы 99%. Во-первых, надо промывать пазухи носовые физраствором. Либо морской солью. Ну, рецепта в интернете много найдете. Морская соль растворяется до определенной концентрации и применяется. Сосуд для промывки носа называется шприц Жане. Им это делать удобнее всего. Эту процедуру можно делать неограниченное количество раз в день. Поймете сами, сколько? Ну, 4-5, грубо говоря. Промывать также можно физраствором с добавлением перекиси водорода. Потому что перекись водорода – это сильнейший окислитель, и это сильнейшее средство по уничтожению вирусов, грибков, бактерий. Если это средство применять непосредственно на колонии. Вот как раз промывая на 100 грамм 3% раствора, чайную ложку, 2 можете добавлять смело. Промывать можно 2-3 раза таким образом в день. Ну, еще 2-3 раза просто, например, морской солью. Или просто физраствором. Перекись применять таким образом можно до 2-х недель. Пить перекись водорода с водой категорически нельзя. Почему? Не поленитесь. Посмотрите вот этих 2 моих видео про перекись водорода от А до Я. Ссылки оставлю в описании. Ну, конечно, можно проверить очаги дополнительной инфекции у вас в носоглотке. Ну, скажем, могут быть инфекции в миндалинах. Это можно увидеть и самостоятельно, нет ли белых пропок. Ну, или пойти к лору. В конце концов, есть процедуры удаления под давлением воды, как микрокёрхер, назовем это так. Хорошая процедура, которая поможет устранить очаги, по крайней мере, запущенные в миндалинах. Теперь вот этот уникальный спрей для носоглотки. Он вообще-то 4 в 1. У него 4 мощнейшие функции. Во-первых, он растворяется лись, и она выводится естественным путём нашей лимфатической системы, то есть канализации нашего организма. То есть этот спрей активирует работу нашей лимфатической системы. Это очень важно. Плюс к тому, он подавляет инфекции любого рода. Более того, он ещё и устраняет зависимость от сосудосуживающих средств, на которых люди порой сидят годами, убивая себя. Применяйте его обязательно в любом случае совместно. То есть промыли, например, раствором нос. Прошло 2-3 минуты и брызгайте. Причём брызгать этим спреем можно неограниченное количество раз в день. Только лишь будет плюс защиты дополнительной от вирусов и других инфекций, тем более в период обострения, эпидемий и тому подобное. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Следующее средство, которое тоже комплексно с другими, о чём я уже говорил, средствами можно применять, но в течение дня разнося по времени, конечно, не одновременно. Это раствор повидон йода. Это очень сильное противомикробное средство, в аптеках это продаётся, и применять его стоит двумя способами. Ватной палочкой смочив кончик в нос себе, в одну и другую ноздрю смазать слизистую. Не надо глубоко всовывать, ну, насколько получится, без фанатизма. И при вдыхании вот эти пары с йодом будут попадать в пазухи и делать своё дело противомикробное. Два раза в день достаточно. А ещё можно полоскать горло с этим средством. Промыли нос, берёте на стакан воды чайную ложку повидон йода, ну и полощите горло. Так, поскольку это проблема, это проявление, в любом случае усугубляется или является причиной наличия системного кандидоза в организме, ну или наличием других каких-то грибковых и прочих инфекций, я советую всегда и говорю это, ну, даже не применительно к данной теме, а много лет уже, что у всех людей есть те или иные виды паразитов, гельминтов. Проходите два раза в год антипаразитарную программу, а после неё сразу антикандидозную программу. Есть такая очень сильная, эффективная натуральными средствами, причём очень широкого спектра. Мы не только побеждаем, бьём кандиду, но и другие многие грибки, и даже многие бактериальные инфекции. Итак, это антикандидозная программа, вот она. Ну, одна только польза, что называется и профилактический, ну и когда мы лечим тот же кандидоз. Возможно, вы решите сразу несколько застарелых проблем, ведь грибки вызывают сотни болезней. Ещё очень важная мера, опять-таки, не вместо чего-то, а комплексно. Перед каждым приёмом пищи минут за 5-10 до еды принимайте одну, даже две столовые ложки яблочного, натурального только гостовского уксуса, разведённые в третьей или максимум в половине стакана тёплой воды. Это улучшит защитный барьер желудка и даст нормальный PH, естественный, какой от природы должен быть, желудочного сока. Улучшит выделение желудком соляной кислоты для лучшего переваривания пищи и даже предотвращения вот этой проблем того же рефлюкса. Ну, то есть, одна польза. А купить натуральный яблочный уксус, правильно выдержанный в дубовых бочках, как это положено, потом уже разлитый в стеклянную обязательно посуду, вы можете по ссылке, я дам вам эту ссылку под этим видео. Далее. Теперь меры по питанию. Опять-таки, это всё делается совместно, параллельно, в идеале. Убрать обязательно сахар и всё сладко из рациона питания. Помните, сахара, даже натуральные фруктозы, глюкоза кормят грибки. Обязательно принимайте натуральный витамин С до грамма в день. Я, конечно, советую жидкий концентрат, органический. Никакой аскорбиновой кислоты, никакой синтетики категорически не принимайте. Далее. Цинк очень важен для иммунитета. Есть просто сказка, два в одном. Фульвовые кислоты, видео о них, об этих фульвовых кислотах. Не путайте с фолиевой кислотой В9. Посмотрите вот это видео. И вот есть фульвовая кислота с цинком. И это то, что вам надо. Но плюс ещё можно фульвовую кислоту с магнием чередовать. И обязательно принимать витамин Д3. Только натуральный, разумеется. И, конечно, я советую потреблять хлорелу как концентрат, ну, практически всех витаминов группы В, их 9 разных витаминов основных. И многое-многое прочее. Ешьте больше зелени, обязательно. Смотрите мою лекцию, а что же тогда есть. Она как раз поможет вам разобраться в питании. Ну, и моё видео «Раздельное питание», кто ещё не смотрел. По маслам я советую вот что. Ну, конечно, самое доступное из хороших качественных масел, только холодный отжим, разумеется, это льняное масло. Ну, которое на Руси с покон веку и было в основном. Ну, конопляное ещё, конечно. А так, органовое масло, хотя оно самое дорогое, но оно просто лечебное. Ну, а если мы говорим о оливковом масле, то, разумеется, лучшее с острого Тасса. Совершенно по объективным причинам. Будет интересно. Ну, посмотрите, ссылки оставлю. Почему и где его купить. Непременно посмотрите мои видео по теме, такие как Лучшая защита от насморка, вирусов, заложенности носа. Второе. Плохой запах изо рта. О чём говорит неприятный запах и как от него избавиться. Третье. Гнойные пробки в миндалинах. Причины и надёжное лечение. Ну, и ещё одно, пожалуй, новый грипп ОРВИ. Как не заболеть? Лечение и надёжная защита от любых инфекций и эпидемий. Вот эти видео вам помогут понять данные вопросы целиком и полностью. Обязательно поделитесь ссылкой на данное моё видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это моё видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, всё то, о чём я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платёжные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.